Меня зовут Николай Сергай, я поэт, музыкант, телеведущий, на данный момент тоже в Збройных Силах Украины, в городе Одесса. Ну вот мы с Мойсеем ехали, со скрипачом, гениальным, абсолютно вот здесь сидит, ехали на концерт в город Николаев, у нас 24-го числа должен был быть концерт в Николаеве, и 25-го в Одессе два концерта. Мы выехали поздно ночью 23-го, поэтому решили остановиться в Одессе в отеле Redling, друзей у наших остановились, и в 5 утра, где-то в 3 ночи мы приехали, в 5 утра мне позвонили, сказали, что что-то началось, стали слышны взрывы, начало читать новости. А дело в том, что мои родители живут в Одессе, и я собрал вещи, взял Моисея, мы поехали в супермаркет, закупились продуктами на какой-то промежуток времени, на неделю для родителей, приехали к ним, и поняли, что что-то нужно делать. Мы увидели, какое количество стресса, какое количество срывов нервных у людей происходит, и первым делом я создал психологический батальон в Телеграме, дело в том, что я обучаюсь на аналитического психолога, кстати, также в Одессе это делаю, я пригласил ребят, команду, группу, с которой я обучаюсь, помимо этого пригласил специалистов со стороны, там, с моих предыдущих обучений, с НЛП, и мы создали вот такую группу первой психологической помощи, и первые полтора дня, я все время сидел на звонках, я лично звонил людей, у которых появлялись запросы, говорил с ними, где-то успокаивал, где-то мотивировал, поднимал боевой дух и внутреннее сопротивление обстоятельствам, а потом понял, что этого недостаточно, что нужно брать автомат в руки, идти, идти оборонять границы своего города, и я сначала хотел записаться в второборону, а потом позвонил другу моему, который военнослужащим, и говорит, давай лучше в ЗСУ, потому что будет более полное погружение, говорит, но придется жить в казарме, придется, придет до конца войны, будешь с нами, я понял, что да, значит, так и будет, собрал вещи, сказал родителям, что я ухожу, Майсис сказал, я с тобой, я говорю, пошли, мы приехали, все, и с тех пор мы служим в Збройных Силах Украины, группа «Психологический батареон», которую мы создали, продуктивно работает, тут я подключил, также моего партнера по музыкальному проекту, Роксаламу, который систематизирует процессы, гениально, абсолютно, и сейчас эта группа оказывает не только первую психологическую помощь, но также происходят групповые сессии для родителей, как общаться с детьми по поводу войны, для детей, обучающие в различных направлениях, сессии английского языка, такого, в сложных обстоятельствах, где можно как наиболее быстро включиться в общение при эмиграции, группа для, группы там же внутри организованы для людей, которые принимают эмигрантов из Украины, как с ними общаться, о чем общаться, что говорить, поэтому вот. Где можно найти контакт, либо в филеграм-канал, либо в инстаграм, как можно прийти в вашу группу, да, я спорю. Она называется Психбатальон, есть ссылка у меня в инстаграме, Деколя, я в инстаграме, T-H-I-K-O-L-Y-A, и в шапке профиля можно перейти в эту группу, а также можно найти Сайтбатальон, она так и написана, Психбатальон, типа на английском, P-S-Y-C-H-B-A-T-A-L-L-I-O-N. Фух, я давно транскрипцию не озвучивал. Еще вопрос, вы выступаете по частям, какие ваши впечатления, какие ваши впечатления? Ну, мне кажется, это скорее русские военные выступают по частям. Да, мы выступаем по различным батальонам, по военным частям, правильно сказали, по гуманитарным штабам, поднимаем боевой дух там, где это требуется. Да, действительно. Какие ваши впечатления, ну, вы же общаетесь с людьми, правильным активом, их эмоции? Эмоции разные, но после нашего приезда, как правило, они схожи. Мы умеем смотивировать и умеем собрать в пучок, вернее, умеем помочь собрать в пучок все лучшее, что есть в этих людях, с которыми мы находимся вместе. И они герои. То, что мы наблюдаем, те силы, тот боевой дух, который царит в них, это помогает нам самим поднять свой боевой дух и настроиться на максимально оптимистические прогнозы. Потому что боевой дух — это мощнейшее оружие, даже мощнее, чем ядерное оружие. Поэтому мы победим. Скажите, пожалуйста, ну, вы как специалист можете отценить настроение одессы, а то в первые дни, когда вы только создали тот район и сейчас, как они изменились? Изменились ли они вообще и какие? Конечно, изменились. Ну, наша психика вообще имеет адаптивные свойства высокие, поэтому, знаете, есть старое выражение о том, что человек привыкает ко всему, даже к виселице поболтается, поболтается и привыкнет. Ну, поэтому и россияне обладают арабским мышлением, как раз ввиду того, что они привыкли к тому, что с ними происходит. То, что происходит здесь, люди привыкли к высокому стрессу, ну, и как защитный механизм психики сработало снижение чувствительности, поэтому чувствительность к стрессу снижена. То есть, если раньше взрывы пугали, выстрелы пронизывали как холодными иглами до мозга костей, то сейчас уже люди реагируют более-менее адекватно, вот даже не то, что более-менее адекватно, более-менее спокойно. Кто-то там, услышав воздушную тревогу, что является отрицательной стороной этого, просто переворачиваются на другой бок. Поэтому сейчас очень важно, как раз, если вначале нужно было снять этот высокий стресс, который был у людей, потому что он мешал жизнедеятельности, мешал вообще мышлению, то сейчас, наоборот, нужно чуть-чуть его подтормошить, потому что расслабленная бдительность, это тоже не есть хорошо. Вот нас, допустим, как командир, нас командир заставляет окопы рыть, просто, как когда видишь, мы сильно расслабились. И мы роем и вспоминаем, что у нас алгоритм заучивается, что, о, сильно расслабляться нельзя. А про мотивируйте тех, кто у вас потом будет слушать еще долго? Мне кажется, все, что я говорю, оно потихонечку мотивирует. Не, а вот так, в двух фразах? В двух фразах не бывает. Вот, ну, типа, мотивация в двух фразах – это к бизнес-треннерам в Инстаграме, которые продают марафоны. Дело в том, что люди очень разные, и разным людям нужна разная мотивация. То есть разных людей включают разные, абсолютно разные вещи. Кого-то включает просто успокаивание, включает слова, что все будет хорошо, что все будет безопасно, все будет тихо, будут достаточно продуктов, будет мирное небо над головой. Кого-то включает это. Кого-то включает, да мы перебьем этих тварей. Ой, кого-то это включает. Кого-то включает, наоборот, Вот, когда ты перестаешь суетить и накидывать общие фразы, а говоришь, слушай, ну, делай, что должно, будь, что будет, как в кодексе чести самурая, что неважно, там, взяли какой-то город, не взяли, на тебя глобально это здесь не повлияет, ну, то есть на принятие твоих решений это не повлияет. Вот, делай, что ты должен. Появились враги, стреляй, не появились, не стреляй. Коля, вопрос к вам, к экс-ведущему Орла-Решки. Секс-ведущему. Секс-ведущему, да, секс-ведущему. Такой вот вопрос. Вы, вот, с начала войны сейчас в Украине, но также у вас остались ваши коллеги бывшие, которые в России, да, одна Севлеева, это еще ряд коллег, бывших со ведущих. С вами был ли какой-то от них фидбэк, либо, там, какие-то слова поддержки вам, как украинцу, да, как своему коллеге? Был ли какой-то какой-то связь с ними? Или они молчали? Ну, дело в том, что, если бы они обращались с поддержкой в личных сообщениях, а в публичных, называли все это военной операцией, то это было бы прям прямое проявление лицемерия, поэтому они предпочитают чуть другую позицию, они предпочитают невежество. То есть есть, это разные стратегии поведения. А невежество подразумевает выбор самой удобной концепции из возможных для того, чтобы оправдать свои пороки. Поэтому там та же Настя Ивлеева, она все-таки выбрала путь невежества. И ее пост на начале, который звучал, что я всегда снимал развлекательный контент, поэтому сейчас происходят страшные вещи, и людям нужен позитив, поэтому я буду продолжать снимать развлекательный контент. Гениальная позиция. Ну, к Насте Ивлеевой один спрос, к Евгине другой спрос, которая, в принципе, тоже выбрала стратегию невежества. Поэтому, нет, они в личных сообщениях ничего не пишут. В личных сообщениях пишут те ребята, которые выбрали рисковый и благородный путь. А там Кирилл Макашевский, который сейчас ведет «Решку», преподаватель по английскому языку. Это Антон Птушкин, это Андрей Бедняков. Это те люди, которые понимают, ну, потому что в нашей профессии, в случае с «Орломом и «Решкой», больший охват все равно был на Россию. И выступая против модных настроений в России, ты автоматически теряешь эту аудиторию. Это, безусловно, отражается на заработке, на твоем какое-то медиавлиянии. И кто-то готов этим рискать, кто-то не готов. Или кто-то даже здесь дело не в риске. И кто-то готов от этого отказаться, потерять, отрезать эту конечность с заражением кровью внутри. А кто-то нет. Тоже вопрос по «Орлом и «Решке». Всем известно, что Сидельников, он находился в плену две недели. Да, и Женя Сидельников, простите, я упустил его из этого списка. Да, находился в плену, общались. Как он? И Леси Никитюк, да. Там довольно много благородных ребят у нас было. С Женей после этого у нас была какая-то краткая переброска фразами. Значит, все хорошо. Он говорит, ну, типа, ты в безопасности? Он говорит, в безопасности, все. Скажите, пожалуйста, о вашей позиции, которую вы записали возле оперного театра. За сколько дней она родилась? Да, она родилась за пару часов. Тут как-то... Просто... У нас с нами служит потрясающий человек Сашка. И Сашка зашел к нам на пост и говорит, слушай, а мы как раз выпустили песню «Ду-ду-ду, вынеси морду». Он говорит, вот где-то он там увидел по телеку ее, говорит, очень круто. Он говорит, слушай, вот мы же в Одессе, надо что-то со словом «поц» придумать. Я говорю, услышал. Я ушел, думаю, так, а что же может быть со словом «поц»? И тут понимаю, что да, ну, типа Путин, на самом деле, в Одессе есть обычный «поц». Я думаю, куда бы это подошло, в какую песню, какая песня наиболее всего ассоциируется с Одессой. И, конечно, потянули шалан до полной кефали. И вот как только сошелся пазл из чего это составлять, сырья, пазл сырья, то, как говорится, за продакшеном, за мастерством остался меньше объем работы, который был выполнен меньше, чем за 20 часов. И в продолжение вопросов, у вас тоже аудитория большая, широкая, вы можете отследить, куда он отходит. У нас оно разошлось, вы видели, разошлось ли оно на территории РФ? На территории РФ? Ну, судя по тому, что мне начали писать постоянно чеченцы с угрозами, мне кажется, оно разошлось довольно хорошо. И я знаю, что Ду-Ду-Ду точно разошлась хорошо, потому что ее там Скобеева показала в своей программе, там где-то еще она написала в своем телеграм-канале, и мне начали писать, что я нацист, что фашист и прочее, прочее, прочее. Что вот мы хотим захватить Российскую Федерацию, то есть дело, хорошо, что они на нас напали первыми, ну, слушайте, что они еще могут говорить? Смешарики. Поэтому первая песня, мне кажется, там разлетелась лучше, потому что там больше есть за что зацепиться, а здесь как бы мы в этой песне не обобщаем, мы конкретизируем, мы послаем открытку конкретно в лицо одному человеку. Чего, отказали? Песня? Давайте текстовый наш формат превращаем тем, что, наверное, ваше обращение все-таки к эдиситам, к украинцам, по словам, наверное, поддержки. Слушайте, на самом деле, ну, самое важное и то, что должно было произойти, оно уже произошло, я имею в виду в плане, потому что всегда любая боль, любой кризис, любое соприкосновение с такой тотальной неопределенностью, со страхами, потому что как раз, ну, война это, это такое обнажение страха смерти. И мы читали книги с вами, мы смотрели фильмы различные, в которых люди, соприкасаясь со страхом смерти, проявляли свои высшие качества, наиболее благородные. И это мы можем заметить и в нас, и в одесситах, и в украинцах в целом. Вот, и причем те, кто соприкоснулся больше всего, в них это ярче всего видно. И это то, то тесто для выпечки сильнейшей нации. То есть то, что происходит сейчас с Украиной, это очень больно, это очень страшно, и вместе с тем это очень мощно. Вернее, очень мощно не то, что происходит, а то, как мы реагируем на происходящее. И, пожалуй, вы говорили о мотивации, мне кажется, самая сильная мотивация, это то, как мы реагируем, то, как мы поступаем, то, как мы увидели, то, какими мы себя увидели в действии. Потому что где-то были сомнения, вдруг, вот я могу сказать насчет себя, вдруг где-то я там струшу, где-то я отступлю. А когда, как говорится, пришла война, и ты понимаешь, что некоторые твои поступки являются интуитивными, импульсивными, и ты их не успеваешь обдумать, а когда начинаешь обдумать, понимаешь, что ты гордишься своими поступками. Мне кажется, это самое важное. Мне кажется, что, во-первых, нам есть чем гордиться. А если нам есть чем гордиться, значит, мы уже обнажили самое лучшее в себе, самое порядочное, самое красивое, самое доблестное. Поэтому те, кто вдруг теряет какие-то кусочки своего боевого духа, просто посмотрите на себя со стороны и увидите со стороны, какие вы красивые, и все вернется на свои места. А у меня, как обычно, еще есть вопрос. Давайте. Нет, просто смотри, ответа больше, поэтому давайте еще три вопроса. У нас парня, которые сами пошли служить в вооруженных силах, а вот если на вас подойдем, много ли таких, которые приходили сами... А у нас почти все добровольцы. То есть у нас так получилось, что как раз из-за того, что большинство из нас добровольцы, у нас очень дружный, очень мощный коллектив с высоким боевым духом. И на самом деле по настроению, если сравнивать, то это очень схоже с фильмом «В бой идут одни старики». У нас, кстати, много взрослых ребят, мы, пожалуй, одни из самых младших. Ну, Моисей вообще самый младший. А я так, это между нижним и средним показателем. И да, у нас звучат песни, у нас очень много юмора. Боевой дух на высоте.